И мы начинаем уже следить за поединками, так называемыми главными событиями. Вот сейчас у нас с вами будет бой в первом тяжелом весе. 10 раундов по 3 минуты. И первым появляется Алехандро Беррио. Колумбийский боец, опытный достаточно. 38 лет. И вы знаете, не просто опытный спортсмен, а он сражался с очень сильными бойцами. В частности, я должен обязательно отметить его победу над Робертом Штиглицем. Техническим нокаутом в третьем раунде, когда он выиграл титул чемпиона мира IBF, правда, во втором среднем весе. Также он побеждал очень сильного Юсефа Мэка, американского боксера, в шестом раунде техническим нокаутом. Но это было давным-давно, в 2006-2007 годах. Тогда еще и Роберт Штиглиц был. Прямо скажем, не торт. Бился он и с Лучаном Буте, в 2007 году бессменным чемпионом тогда еще, по версии IBF. Во втором среднем весе потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде. И оппонировать Алехандро Берлио будет вот этот человек, Дамир Берлио из Боснии-Герцеговины. Его рекорд не столь впечатляющий, тем не менее, он не знает поражения. В 17 боях 14 побед были одержаны нокаутом. Пару раз сбился за региональные титулы, одерживал победы. 84-го года рождения Дамир Берлио. Ну, если говорить об опыте, то, конечно, он на стороне Алехандро Берлио. Но в любом случае что-то подсказывает, что этот поединок будет чуть более упорным, нежели предыдущие три. По крайней мере, хотелось бы уже посмотреть бокс, а не избиение. И звучат гимны стран, которые представляют бойцы. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Представляет судейскую бригаду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Дамир Беллия говорят, чтобы он сокращал дистанцию, чтобы он подходил ближе. По-моему, он это и делает. Так достаточно прямолинейно идет на своего соперника Дамир Беллия. Но пока у него проходят атаки, поэтому почему надо отказываться от тактики, которая работает. Ох, есть! Слева попадает Беллия. Берио показывает, что с ним все в порядке. Что удар от соперника ему все равно, что слону дробина. По туловищу Берио. Еще раз подчеркиваю, что Берио очень опытный боец. Говорил я о его победе над Робертом Штиглицем. А в 2005 он первый раз встретился с немецким бойцом и проиграл ему техническим нокаутом в 11 раунде. То есть опыта парня не занимать. Что интересно, Александр Беллия терпел поражение. Всего их шесть, как вы помните, и все они досрочные. Второй раунд. Души. Попрежнему рассчитывает на середину. Силовые удары Беллио. Хорошо по туловищу. Звучный удар получился. Беллио достаточно нестандартный боец. Временами даже может показаться, что корявый. Но вот именно эта тактика и приносила ему всегда успех. Посмотрите, как чувствует соперника. Хорошая реакция, прекрасные инстинкты. Очень расслаблен в ринге Беллио. Видимо, пытается затащить соперника в поздние раунды. И там уже на опыте с ним разобраться. Абсолютно не вкладывается в удары колумбиец. Так набрасывает. Работает вторым номером очень спокойно. Его вот этот натиск нисколько не смущает. Он пропускает удары. Немало ударов он пропускает. Но и это также его волнует очень мало. Постепенно начинает Беллио приспосабливаться к своему оппоненту. В силу того, что Беллио не ставит перед колумбийцем каких-то неразрешимых сверхзадач. И будем говорить прямо, Беллио периодически действует достаточно бесхитростно и прямолинейно. И, конечно, к такому бойцу приспособиться и прочитать его намного легче. И Беллио сейчас этим занимается. Тем, что прощупывает соперника, пытается понять, с чем его есть, как с ним боксировать. Первые два раунда, безусловно, выиграл Дамир Беллио. Я думаю, здесь ни у кого сомнений нет никаких. Но это самое начало. План Беллио абсолютно понятен. Дело в том, что Дамир Беллио еще ни разу в своей карьере не боксировал дольше седьмого раунда. Большую часть своих поединков он заканчивал в первом раунде. Реже во втором и еще реже в четвертом, в третьем. Один раз выиграл бой в этом году у Эпифанио Мендосе техническим нокаутом в седьмом раунде. Но вот, пожалуй, и все. Восьмой, девятый, десятый раунд. Это пока загадка для Дамира Беллио. Я так думаю, именно такой план вынашивает Алехандро Беллио. Затащить босница, заставить его вымахаться, потратить максимум сил. Мы видим, что Беллио работает силовыми ударами, выбрасывает немало ударов, тратит эти самые силы. Ну и, как следствие, бензин в конечном итоге у него должен закончиться. И произойдет это, ну, я думаю, раунду к шестому. Если, конечно, все-таки Беллио разок не приложит Беллио так, что тот не сможет подняться. Такая вероятность тоже присутствует. Но уж больно уверенным в себе выглядит Алехандро Беллио. Такое ощущение, что все идет именно по его плану. Ничуть он не смущен от пропущенных ударов, которые не слабы, которые точные, достаточно акцентированные. Но при всем при этом, обратите внимание, Алехандро Беллио прекрасно двигается. Также легок на ногах. Хорошо он очень смягчает удары своего соперника, парирует их. И вы знаете, дорогие друзья, у меня уже начинает складываться ощущение, что Беллио поднаелся. Уже идет вперед, он не так рьяно встряхивает руками. Довольно тяжело дышит. Низковато бьет Беллио. А кто обещал легкую жизнь? Требует от Дамира Беллио. Чтобы он прижимал соперника, пригибал к земле в клинче. Но это не совсем разрешенный прием, насколько я помню. У нас здесь не тайский бокс. Чистое, абсолютно чистое попадание боснийского боксера в челюсть левой боковой. Но непоколебим абсолютно Алехандро Беллио. С легкостью уходит он от остальных атак своего соперника. И пока что колумбиец четко, полномерно, профессионально следует выбранной тактике. Он изматывает. Изматывает Дамира Беллио. И, кстати, с этой задачей он справляется пока что. Уже во втором раунде Дамир Беллио стал чувствовать себя, ну, нехорошо, так скажем. Потому что он остановился, он замедлился. Стал тяжело дышать. А ведь дальше будет еще сложнее. Посмотрите, какое хорошее настроение у Алехандро Беллио. Он улыбается, он так весело разговаривает со своими секундантами. Все идет по его плану. Пока. Я также уверен в том, что на Дамира Беллио оказывает влияние тот факт, что он попадает. Он попадает и бьет жестко. А вот Алехандро Беллио не то что не собирается падать, а он вообще не потрясен. Вот это было здорово сейчас. Потрясающе. Команда боснийцев скидывает руки вверх и радостно прыгает. А я не понимаю, чему они радуются. Их боец наносит чистые акцентированные удары, но такое впечатление, что он бьет в стену. Очень опытный боксер Беллио. Посмотрите, как он здорово защищается около канатов. Вроде бы голова открыта, но удары все идут скользь. Очень здорово работает Беллио, посмотрите. Грамотно закручивает соперника все время. Уже начинает бить мимо цели, вымахиваться. Дамир Беллио. А ведь это и нужно. Именно это и нужно колумбийцу. Просто великолепный тактик колумбийский боксер. Не, но, конечно, великолепно он исполнил, когда встал в угол, положил руки на канаты и предоставил сопернику право проверить на прочность его пресс. Это было шедеврально, конечно. Тем самым, Алекандро Беллио еще больше деморализует своего соперника, показывая ему, давай бей, мне все равно. Причем, обратите внимание, Беллио не вкладывается в свои удары. Да, такая квашня на ринге просто. Кусок ртути перекатывается из угла в угол. Встречает своего оппонента. Нет, не силовыми ударами, а просто очень точными, очень четкими попаданиями, которые в конечном итоге также измотают еще больше. Дамира Беллио. Вот вам и опыт, друзья. Такое ощущение, что боснец еле передвигается по рингу. Да, потрясающие инстинкты у Беллио и великолепная челюсть. При всем при том, еще раз подчеркиваю, что Беллио проиграл в свои бои все нокаутом. Шесть поражений, все досрочные, но, видимо, не в этот раз. Беллио просто красавец. Вот так изматывать и деморализовать своего соперника. Вот, еще раз смотрите. Кстати, Беллио, В голову силовые удары Беллио пробивает редко, то по туловищу осаживает оппонента жестко, регулярно. Так, а что у нас здесь? Выпрашивают один раунд. Неужели рассечение? Когда же это Беллио успел-то? Раунд пять. Все. Бой закончен. Дамир Беллио снят с поединка, видимо, ввиду сечки. Если я все правильно понимаю. Команда боснийца выходит в ринг. А, нет! Сбои снимают Алихандро, Берри. Что-то я понять не могу, что происходит. С Беллио все в порядке. Давайте дождемся официального вердикта судей. Понять не могу, почему все обнимают. А то целуют Дамира Беллио. Травму, может быть, получил какую-то Алихандро Берлио. По-прежнему не могу понять, что же случилось. Но сейчас мы услышим официальный судейский вердикт. Официальная версия, дамы и господа. Травма Алихандро Берлио. Я, к сожалению, не услышал травму, какую именно он получил. Может быть, травму руки, кстати. Судя по тому, что лицо в порядке у колумбийского боксера. Ну, так или иначе, проигрывая бой абсолютно по всем статьям, Дамир Беллио сохранил пояс чемпиона WBF в первом тяжелом весе. Очень жаль. Я бы даже сказал, крайне жаль. Потому что в концовке, я думаю, у Дамира Беллио было бы шансов очень мало. Да, вот так бывает, дорогие друзья. Вроде бы человек проигрывает бой в одну калитку, а потом раз, и ему поднимают руку. Но это жизнь, это бокс. Можно весь бой проигрывать, но потом ударить так, что пояс останется в итоге у тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok